Наш мир хранит много секретов. От древних тайм и необъяснимых чудес до невероятных поворотов в человеческой истории. Известно одно. Эти события оставляют нам больше вопросов, чем ответов. Казалось бы, ничто уже не может пролить свет на эти загадочные происшествия. Но так ли это? Вооружившись новейшими открытиями в науке, попробуем докопаться до истины. А поможет в расследовании улика из прошлого. Ничто не останется нераскрытым, ведь после любого преступления остаются улики. В нашем случае это улика из прошлого. Февраль 2023. Американские власти, к удивлению всего мира, делают сенсационные заявления о неопознанных летающих объектах. Так, по данным Белого дома, 10 февраля некий объект был сбит ракетой «Земля-воздух» над Аляской. Его обломки упали в море. Уже через день неизвестный аппарат заметили в Канаде и тоже сбили над малонаселенной территорией. А 12 февраля НЛО ликвидировали над американским озером Гурон. Прежде подобные происшествия редко предавались огласке. Однако в этом случае представители Пентагона были непривычно разговорчивы. Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен Ланхёрк дал повод предположить, что у объектов может быть и внеземное происхождение. Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент. При этом, как сообщает газета Daily Mail, у Пентагона есть фото и видеоизображения неопознанного летающего объекта. Однако военное ведомство отказывается их публиковать. То, что они его сразу засекретили, сам факт, место падения, фотографии или видео каких-то останков, это сделано специально. Так почему же именно стреляли средства ПВО США? Что это было? Большая часть загадочных объектов зафиксирована американцами на высоте от 18 до 20 тысяч метров. Гражданские самолеты на такую высоту не поднимаются. Они летают от 7 до 13 тысяч метров. Это максимум. Для большинства истребителей практический потолок также ниже. От 15 до 18 тысяч метров. Орбиты спутников проходят выше. От 20 до 30 тысяч. Что же могли увидеть на этой высоте? Воздушные шары? Или неопознанные летательные аппараты, которые время от времени замечают по всему миру? А на самом деле разведывательные аэростаты? Но кто их запускает? И почему? Давайте попробуем во всем этом разобраться. Какие невероятные факты обнародованы в отчете национальной разведки США? Этот шар, он пролетел над базой стратегических межконтинентальных баллистических ракет. Почему китайский аэростат американцы не могли сбить несколько дней? Узнаем из экспериментов нашей программы. Как долго продержится воздушный шар под прицельным огнем? Увидит ли шпионский аэростат современные системы обнаружения? Очень сильно влияет размер. В данном случае у нас шарик маленький. Правда ли, что японцы нанесли по территории США удар секретным оружием еще в 1944 году? Какое событие поставило крест на стремительном развитии воздухоплавания в прошлом веке? Шары немножко ушли с горизонта. Почему о воздушных шарах вспомнили сейчас? В 2023 году был обнародован официальный отчет управления директора национальной разведки США, посвященный неопознанным воздушным явлениям, которые регистрировались вооруженными силами США. Всего там описано 366 случаев. Сколько же из них приходится на объекты, подходящих по описанию на аэростаты? Для того, чтобы это понять, проведем следственную экспертизу, обратившись к специалисту. 163 раза наблюдались метеорологические разведывательные шары, не только китайские. Все страны запускают, чтобы измерять и предсказывать погоду. Вот в арктических районах их масса запускается. И некоторые очень далеко улетают. Получается, в США годами записывают в НЛО те объекты, которые просто не в состоянии обнаружить или сбить. Как выяснилось, американцы имеют дырку в этом отношении. И ей воспользовался и Китай, и Северная Корея, которая создает и создала ряд ракет, летающих именно на высоте от 30 до 40 километров, где американцы их не в состоянии на сегодняшний день либо обнаружить, либо сбить. Может быть, маленькая Северная Корея ведет себя так дерзко именно потому, что уверена? США от атак с неба почти беззащитны. Но ведь еще 40 лет назад США хвастали не только самыми совершенными ракетами и самолетами, способными поражать даже шары в стратосфере, но и стратегической оборонной инициативой, называемой еще СОИ. Якобы они готовы были противостоять атаке прямо в космосе. Так насколько же вообще уязвима система ПВО Соединенных Штатов сейчас? Первыми воздушными шарами исследователи воздухоплавания считают всем известные китайские фонарики. Их использовали еще в третьем веке нашей эры. Принцип действия предельно прост. Пламя горелки нагревает воздух внутри. За счет этого фонарик становится легче того воздуха, что снаружи, и конструкция из бумаги и бамбука устремляется вверх. Примерно так же был устроен и первый полноценный воздушный шар, который построили в 1783 году французы-братья Монгольфье. Именно тогда началась история аэростатов, аппаратов легче воздуха. Спустя век, судя по романам Жюль Верна, человечество уже возлагало на воздушные шары все свои надежды на легкую жизнь. Жюль Верна фантазировал и написал. И действительно все эти годы тематика воздушных шаров уходила, возвращалась, расширялась. Были самые разнообразные применения. И сразу же после появления первых Монгольфьяров появилась идея использовать их в военных целях. Идея применения воздушных шаров даже была предложена одним из офицеров царскому правительству во время войны с Наполеоном. Но тогда попытались реализовать этот проект, и оказалось, что в общем-то те материалы, из которых вся эта конструкция изготавливалась, сам шар и корзина, которая к нему цеплялась, весили очень много, и шар практически не мог взлететь. В конце 19 века воздушные шары стали применять для разведки. Баллон заполняли горячим воздухом, удерживаемый тросом шар поднимался, наблюдатель по телефону передавал сведения о противнике или корректировал огонь артиллерии. Оказалось, что сбить их не так-то просто, как вот предполагали. И первые стрельбы, которые проводились в России в конце 19 века, лишь на 11-й снаряд привел к тому, что шар начал спускаться. Но ведь уже даже в то время можно было заклеить дырку, и через какое-то время, на следующий день, этот шар снова можно было использовать. До Первой мировой войны воздушные шары, особенно управляемые аэростаты, царили в воздухе. Они могли пролетать до тысячи километров, и при этом уже несли нагрузку в полтонны. По сути, это были стратегические бомбардировщики своего времени. Но скоро на смену аэростатам приходят самолеты. В 1937 году на гражданской карьере воздушных шаров ставит крест катастрофа дирижабля Гинденбург. Гибель Титана видели миллионы людей по всему миру. И вся эта история, так сказать, была публична, при журналистах, при всех. Все было сфотографировано. Конечно, эта история нанесла непоправимый урон репутации этих всех вещей. И как-то шары немножко ушли с горизонта. Почему о воздушных шарах вспомнили сейчас? Увидит ли шпионский аэростат современные системы обнаружения? Очень сильно влияет размер. То есть в данном случае у нас шарик маленький. Почему китайский аэростат американцы не могли сбить несколько дней? Узнаем из экспериментов нашей программы. Как долго продержится воздушный шар под прицельным огнем? На этих кадрах кинохроники вы видите, как использовали аэростаты в годы Великой Отечественной войны. Они спасали от бомбардировок крупные города. Прежде всего, Москву и Ленинград. Крепились к земле на длинных тросах. При этом под самим аэростатом находилась мина. Если немецкий самолет задевал крылом трос, это прежде всего грозило ему серьезными повреждениями и потерей скорости. Да и мина, отрываясь, могла успеть достичь фюзеляжа. А это верная смерть. Как для машины, так и для пилота. Но после Великой Победы, когда скорости самолетов быстро возросли до сверхзвуковых, а высоты почти до космических, аэростаты как средство защиты от авиации потеряли свою актуальность. Тем не менее, именно встреча самолета и воздушного шара у Алиутских островов США в январе 2023-го стала началом громкого политического детектива. Об этом шаре стало известно, когда пролетал пассажирский самолет. И пассажиры в окна увидели этот шар. И подняли шум. И пилоты сообщили диспетчерам. А диспетчеры сообщили в Нурад. Но почему же американские ПВО пропустили этот объект? В прессе Соединенных Штатов поспешили написать, что аэростаты, подобные тому, что пролетел над территорией США, просто невидимы ни радаром радиолокационных станций, ни другой наблюдательной аппаратуре. Но так ли это? Узнаем с помощью эксперимента. Наши эксперты вооружились тепловизионными биноклями, инфракрасной камерой и другой техникой, которая позволяет обнаружить удаленные цели. Принцип работы данных камер основан на регистрации разницы температур между объектом наблюдаемым и фоном. Здесь представлены камеры длинноволнового, средневолнового и коротковолнового и К-диапазонов. Это позволяет нам охватить полный спектр для регистрации данного объекта. Отпускаем наш шар. Как долго его будут видеть приборы в зависимости от набора высоты? Узнаем через несколько минут. А пока вернемся к загадочным событиям февраля 2023-го. Воздушный шар тогда пролетел над Аляской, всю Канаду и потом зашел на основную континентальную территорию США. Этот шар пролетел над базой стратегических межконтинентальных баллистических ракет, над аэродромом базирования стратегических бомбардировщиков невидимых B-2 Spirit и над рядом командных пунктов также стратегических ядерных сил Соединенных Штатов Америки. По официальной версии, когда об аппарате доложили президенту Байдену, в ответ поступил приказ его сбить. Но в Минобороны США заявили, что удар над сушей несет большой риск для людей, и шар продолжил движение. Были там разговоры о том, что не могли они его сбить из-за того, что опасны эти обломки. Но вы понимаете, он летел по таким пустынным территориям, что если бы вот эта тонна где-то там упала в пустынях Монтана или еще где-то, вероятность, что она попала кому-нибудь на голову, так соизмеримо с тем, что метеориты, которые регулярно падают, упадут куда-то, так сказать, в опасное место. В прессе писали, что, возможно, американцы просто не могли сбить этот шар из авиационной пушки-истребителя. Ведь у шара сложная ячеистая структура. То есть фактически внешне это один шар, а реально это, ну, например, 300. То есть ячеек, все ячейки заполнены мы, снаряд взрывается, ракета взрывается, ну, из 350 ячеек продырявили, 250 осталось, шар чуть-чуть спустился и летит дальше. Но это в теории. Для того, чтобы проверить устойчивость ячеистого шара на практике, проведем еще один эксперимент. Несколько крупных шариков мы проверили на прочность на компрессоре, а затем накачали их стопроцентным гелием. Гелий, в отличие от водорода, который заправляли в дирижабле, взорваться не может. Все шары обработаны раствором, содержащим особую пластмассу. Высыхая, она образует защитный слой внутри шара, который не выпускает гелий наружу. Шары мы используем латексные, стопроцентный латекс, он биоразлагаемый. Так что можно не переживать за окружающую среду. Латекс в среде разлагается в течение двух лет, так же, как и дубовый лист. Но что будет, если открыть по ним огонь? Инструкторы, вооружившись карабинами Сайга, испытают конструкцию из воздушных шаров на устойчивость. Будет ли она держаться в воздухе, если часть шаров лопнет? Скоро узнаем. А пока давайте поймем, что за аэростат пролетел на цвета и святых американских вооруженных сил. Известно, что шар создан в Китае. В Пекине подтвердили это, подчеркнув, что речь идет об аппарате с исключительно исследовательскими целями. Китай – ответственная страна и всегда строго соблюдает международные законы. И у Китая нет намерения нарушать территориальное пространство каких-либо суверенных стран. Однако, судя по размерам, аэростат был не только метеорологическим. Для метеоданных не нужно такого грандиозного шара, и это очевидно. Но вот судя по тем размерам, которые были у этого шара, я легко спрогнозировал, что этот шар, наверное, не меньше тонны нес нагрузки с собой. И действительно, уже после того, как обломки достались со дна, оказалось, что обломков они набрали 900 килограмм. Для сравнения, метеостанция, прикрепленная на российских зондах, не больше спичечного коробка, ну и самое главное – полет научного аппарата должен быть согласован со странами, над территориями которых он пролетает. Но если аэростат не был предназначен только для научных исследований, какую же миссию он выполнял? Тут же возникла версия, что запуск китайского шара – это пиар-акция, и все дело в главе американского госдепа. Возможно, запустив шар, Пекин изящно сорвал близкий китайский визит Энтони Блинкина. Ходили слухи, что на этой несостоявшейся встрече Пекину предложили бы в обмен на отмену торговых санкций против него отказаться от претензий на Тайвань или от сотрудничества с Россией. Принимать эти предложения Китай не собирался. Вступать с Вашингтоном в открытый дипломатический конфликт – тоже. Получается, появление тонкого повода для срыва встречи было на руку Пекину, попросту нежелавшему тяжелых переговоров. Мог ли Китай сделать то же самое, что сделали США в далеком 1960 году? Для участия во встрече «Большой четверки» в Париже собрались французский президент Шарль де Голь, 34-й президент США Дуайт Эйзенхаур, британский премьер-министр Гарольд Макмиллн и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Однако переговорам состояться было не суждено. После того, как стало известно о сбитом над Уралом американском самолете разведчики У-2, Хрущев потребовал от США извинений и отказался что-либо обсуждать. Насколько обосновано предположение, что и появление китайского шара – это часть дипломатического маневра? Эксперты в области воздухоплавания считают, воздушный шар – все же ненадежный аргумент в геополитической игре. Зная о том, что шары летают по воле ветра и могут улететь бог знает куда и попасть вовсе не в Америку, а в Новую Зеландию, то, наверное, это был бы странный способ какой-то политической провокации организовывать при помощи такой технологии. Возможно ли все же, что главной миссией китайского аэростата была разведывательная? Китайский шар, в силу того, что ПВО американское оказалось дырявой, по-другому я это сказать не могу, он пролетел практически над всеми суперважными объектами, сделал, скорее всего, как я предполагаю, видеозаписи, фото, запись излучений, которые непосредственно идут с этих баз, либо командных пунктов, либо штабов подземных. Что удивительно, США оказались не готовы к появлению аэростата-шпиона, несмотря на то, что сами активно использовали такие шары для разведки несколькими десятилетиями ранее. Перенесемся в конец Второй мировой войны. Американцы сталкиваются с неожиданной угрозой на своей территории. В 1944-м японцы решили бомбить американские города с помощью аэростатов. Японцы в свое время, так сказать, решали вопрос, противодействию Америке, запускали тоже воздушные шары с бомбами. И эти шары, так сказать, должны были лететь в Америку. Ну, если ветер соответствовал и там, эти бомбы кидать. На японские аэростаты устанавливали таймер на трое суток полета. За это время шар должен был доставить бомбу на территорию США. С ноября 1944 по апрель 1945 года японцы запустили более 9 тысяч шаров. Только 300 из них долетели до Америки. Однако бомбы или не сбрасывали, или же не вызывали сильных разрушений. Впрочем, один аэростат Камикадзе все же убил семью пастора из штата Орегон. Он приземлился, значит, местные жители пришли его смотреть, и он взорвался. Погибло 6 человек, включая детей. Это были единственные жертвы среди гражданского населения Соединенных Штатов Америки во время Второй мировой войны. Единственные 6 человек от японского вот этого воздушного шара. При этом американские военные отметили для себя, что истребители-перехватчики ВВС США оказались неэффективными в борьбе с японскими аэростатами, летавшими на 9-километровой высоте. Позже стратеги в Вашингтоне решили сами воспользоваться технологией воздушных шаров, только не для бомбардировок, а для разведки. Увидит ли шпионский аэростат современные системы обнаружения? Очень сильно влияет размер. В данном случае у нас шарик маленький. Почему китайские аэростаты американцы не могли сбить несколько дней, узнаем из экспериментов нашей программы. Как долго продержится воздушный шар под прицельным огнем? И почему вооружение советских перехватчиков МИГ стало актуально в 2023-м? Американские аэростаты должны были искать информацию о ядерных программах СССР и Китая. На большой высоте, где-то километров 20-30, есть воздушные потоки, которые практически не зависят от состояния атмосферы внизу на Земле. То есть у нас может светить солнце, идти дождь, снег. А воздушный поток, как двигался там, так и будет двигаться в определенном направлении. И вот если, например, такой шар взять, вот на нем разместить разведывательную аппаратуру, в той же самой Норвегии или Германии его запустить, он пролетит над всем Советским Союзом и приземлиться где-нибудь в Японии либо в Южной Корее. Программа, запущенная в 1956-м, называлась «Дженетрикс» в буквальном переводе «Родительница». Это модель спускаемого аппарата космического корабля «Восток», на котором совершил свой исторический прорыв в космос Юрий Гагарин. Удивительный факт. По некоторым данным, колхозники Саратовской области, бывшие свидетелями приземления, изначально приняли его за американский шар-шпион. Жители определенных районов СССР хорошо знали, как они выглядят. Вы вдумайтесь. Только за несколько месяцев 1956 года американским министерством обороны было запущено более 500 таких аппаратов с нескольких стартовых площадок в Западной Европе, Турции и США. Американские шары оснащались фотокамерами, оборудованием для фиксации следов радиации и сейсмическими датчиками. Только половина воздушных шаров смогла пролететь над территорией СССР. Из них только 31 аппарат сделал снимки, пригодные для расшифровки и использования. Однако и они представляли большую ценность. То небольшое количество шаров, которое пролетело, практически позволило снять почти все военные объекты, которые хотели снять американцы. То есть они получили стопроцентную информацию, которую мечтали. Именно благодаря воздушным шарам. Некоторые шары упали из-за ошибки в расчетах. Другие снизились настолько, что стали мишенью для наших самолетов и зениток. В итоге, к концу 50-х, Вашингтон сделал основную ставку на более перспективный высотный самолет-разведчик У-2, считавшийся какое-то время недосягаемым для ПВО СССР. Впрочем, американские аэростаты продолжали летать над территорией СССР и в 60-е. Только когда у нас появились комплексы С-200, способные поражать шары на высоте 42 километра. И когда у нас появились перехватчики МиГ-25, которые могли подниматься на высоту 30 километров, и можно было этот шар расстрелять просто из пуши, то, в общем, после этого противник фактически стал отказываться от применения шаров в разведывательных целях. И так история 20-го века продемонстрировала. Несмотря на некоторые плюсы, воздушные шары далеко не идеальное средство разведки. Прежде всего потому, что летят они по воле ветра. Куда вздумается? Почему же в 21-м веке военные в разных странах снова вернулись к аэростатам? В первую очередь потому, что современные технологии позволили создать управляемые, гибридные модели. В стратосфере сегодня активно используются так называемые псевдоспутники. Летательные аппараты из легчайших материалов на солнечных батареях. Ну а выглядят они вот так. Эти гигантские планеры способны долго кружить или зависать над одной территорией. Орбитальный спутник достаточно быстро пролетает над интересующим районом. Ночью беспилотники используют энергию, которую накапливают днем. В итоге могут летать на высоте несколько десятков километров несколько месяцев, а в некоторых случаях и несколько лет. При этом еще и на нем находится ретрансляционное оборудование. С помощью такого псевдоспутника можно поддерживать связь и при этом не использовать спутники. Спутник стоит дико дорого, а такой стоит, ну, может быть, в тысячу раз меньше, чем спутник. Таким же образом можно использовать и классические аэростаты. На современных воздушных шарах есть и электродвигатель, и передающее ретрансляционное оборудование. То есть двигатель периодически включается, делает так, чтобы этот шар находился примерно в каком-то одном квадрате, его никуда не выносило. Им достаточно несложно управлять этим шаром дистанционно. Дело в том, что модели атмосферы учеными сейчас изучены, исследованы. И по большому счету метеоданные о направлении и силе ветров в тех или иных эшелонах, они доступны. Эти доступные данные всегда можно использовать. И вот, меняя высоту полета шара, вы можете выбрать те или иные направления. Аэростаты находятся ближе к поверхности, чем спутники. Поэтому они способны записать радиопереговоры потенциального противника и вычислить частоты, которые используются им для связи. Ну, представьте себе, изготовили мы оболочку сверхпрочного материала, прикрепили какой-то контейнер. К этому контейнеру прикрепили панель с солнечными батареями. Там разместили на аппаратуру разведывательную и передатчик. Этот передатчик тут же передают на спутник. С этого спутника, ретранслятора, это все передается дальше на командный пункт. И у нас с вами в режиме практически реального времени есть картинка того, что находится под нами. Китайский аэростат в феврале 2023-го был сбит только после того, как оказался над Атлантическим океаном. Почему американские ВВС так долго ждали? Точно ли ради безопасности своих сограждан, опасаясь повторения трагедии 1944-го года, когда аэростат из Японии убил в США 6 человек из семьи Пастора? Или же современные аэростаты в самом деле сложно сбить? По словам специалистов, даже воздушный шар классической формы при попадании снаряда еще долго цепляются за жизнь. Они с нулевым давлением. То есть избыточное давление у этих шаров внутри ноль. Вот если бы оно было с давлением сильно, так сказать, с той стороны, то малейшая дырка привела бы к тому, что вот это внутреннее давление стало бы его разрывать. Когда перепада давления нет, то, соответственно, дырка, ну, будет она выпускать этот газ в течение какого-то времени, и, наверное, он начнет потихонечку снижаться. Вернемся к нашим экспериментам. У многих современных аэростатов ячейстая структура. Примерно как у нашего, составленного из связанных шариков, заполненных гелием. Выдержит ли он прицельные попадания? Даже потеря нескольких шариков оказалась для этой упрощенной модели не фатальной. А это значит, что и попадание дорогой ракеты по ячейстому аэростату отнюдь не гарантирует поражение объекта. Об этом же свидетельствует другая улика из прошлого. В августе 1998-го британские, канадские и американские ВВС не могли сбить потерявшийся метеорологический шар, дрейфовавший над Арктикой. Десятков попаданий из 20-ти миллиметровой пушки оказалось недостаточно, чтобы его уничтожить. Наша конструкция оказалась не такой живучей. Когда осталось пять шаров, а затем и вовсе три, порывы ветра стали прижимать их к земле. Очевидно, что сколько-либо серьезный груз они бы не удержали. Вывод экспертов, даже многоячейстые шары сбивать можно. Главное, чтобы было чем их сбивать, но об этом чуть позже. Но прежде, чем сбить такой шар, нужно еще его обнаружить. а это не просто на фоне других отвлекающих внимания аэростатов. Часто аэростаты намеренно делают заметными. Для этого используют уголковые отражатели. Они всегда возвращают волновые сигналы в том же направлении, из которого они и были получены. Шары, применяемые в разведывательных операциях, иногда изнутри покрывают фольгой, чтобы они наоборот привлекали к себе внимание. На экранах радиолокационной станции вот такой металлизированный шар выглядит как летательный аппарат. Его главная задача вести в заблуждение противовоздушную оборону. Мало кто знает, что именно такие металлизированные шары сыграли важную роль в истории Матиаса Русто, немецкого пилота, который в 1987-м пролетел более тысячи километров по территории СССР и приземлился на Большом Москворецком мосту. Все внимание противовоздушной обороны Советского Союза, которая работала по Русто, переключилась на эти объекты. Потом выяснилось, что это были металлизированные шары, которые запустили для того, чтобы отвлечь внимание от самолета Русто и облегчить ему полет. Однако шары могут сделать и наоборот из радиопрозрачного материала. Значит ли это, что приборы его вообще не видят? В ходе следственного эксперимента узнаем, способны ли увидеть воздушный шар тепловизоры. Наши эксперты нацелили свои приборы на наполненный гелием воздушный шар. Он подымается на несколько десятков метров, но на мониторах по-прежнему отлично виден. И утверждают специалисты, был бы виден, поднимись он и на несколько километров. В данных погодных условиях у нас шар это высококонтрастный объект, и у него очень большая разница по температуре с фоном и с небом. Поэтому для данных камер не представило трудности обнаружить его, так как чувствительность наших камер составляет до 25 милликельвин, а тут разница больше десятки градусов, наверное. А вот обнаружить шар, окажись он за облаками, уже сложнее. Облака это водяной пар, и инфракрасное излучение рассеивается, и может быть такое, что за плотными слоями облаков данный шар будет невиден. Очень сильно влияет размер. То есть в данном случае у нас шарик маленький, и будет его проблематично заметить. Такие цели видят и радиолокационные станции. Впрочем, разглядеть шар за облаками для них задача сложная. Ну, в принципе, радиолокационная станция подобно цели в состоянии заметить. Но если внизу будут облака, он убирает облака, и он убирает, соответственно, и этот шар. И таким образом его также не будет заметно на непосредственных экранах радаров. Есть станции другого диапазона, например, метрова, они, конечно, подобные цели тоже видят достаточно хорошо, но очень много будет зависеть от подготовки самих операторов. У шара есть одна проблема. Так называемые доплеровские системы такую медленную, медленно движущую цель плохо обнаруживают. Если бы она летела быстро, то тогда сигнал был бы гораздо лучше идентифицируем. Таким образом, по мнению экспертов, современные аэростаты являются достаточно эффективным средством для разведки. Сегодня эта технология используется многими странами, в том числе США и Китаем. По всей видимости, многие аэростаты для про-США остаются незамеченными, а те, что попадают в радары, отмечаются как НЛО. В войсках противовоздушной обороны существовал термин официально неопознанный летательный аппарат. То есть понять, что это за аппарат, мы не можем исходить из того, что это земное происхождение, но что это из себя представляет, нам сказать достаточно сложно. Таким образом, американским военным выгодно выдавать за НЛО обнаруженные чужие разведывательные аэростаты. Во-первых, чтобы избежать дипломатических скандалов. Во-вторых, чтобы скрыть несовершенство своей ПВО. Министры обороны должны подать в отставку и, соответственно, главком НОРАТ систем ПВО про североамериканского континента, то есть США и Канада, должен вообще быть с позором снят с должности. Но американцы сказали, что это был НЛО, и поэтому они с этой задачей не справились. У меня нет объяснений, что это за конкретный объект. Но почему наша система ПВО способна эффективно сбивать цели на таких высотах? Наши зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 способны сбивать цели на высотах 30-40 километров, видеть их, сопровождать. Поэтому, если есть целеуказания, мы в состоянии сбить любой шар. Вопрос в другом. Стоимость шара и стоимость современной зенитной ракеты. Еще в 50-е, когда вопрос противодействия американским аэростатам стоял как никогда остро, Совет Министров СССР поручил нескольким конструкторским бюро разработать предложения по созданию самолетов-перехватчиков, которые были бы способны достичь больших высот и эффективно на них маневрировать. Одну из самых интересных моделей разработали в КБ Мясищева самолет М-17 Стратосфера. Это была уникальнейшая, сверхуникальная машина, которая как раз могла подниматься на высоту порядка 30 километров. Там стояло соответствующее радиооборудование, способное видеть шар, несмотря на то, что шар имел маленькую отражающую поверхность уже в это время. И, естественно, просто из артиллерийских орудий расстреливать этот воздушный объект. Для М-17 разработали специальный электрооптический прицел, который обнаруживал воздушный шар диаметром около 30 метров с расстояния в 20 километров. На испытаниях М-17 сбивал аэростаты достаточно уверенно, но до серийного производства этого самолета дело не дошло. В годы перестройки программа по созданию уникального высотного истребителя М-17 стратосфера была свернута. Государственные испытания так и остались незавершенными. Уже построенные самолеты использовались для изучения атмосферных процессов, а наработки советских конструкторов легли в основу создания гражданской версии самолета М-55 геофизика. Впрочем, еще в 1975 выполнил свой первый полет первый советский боевой самолет МиГ-31 один из лучших самолетов перехватчиков в мире. Среди новшеств модели были новое электронное оборудование и шестиствольная пушка. На первый взгляд непонятно, зачем она самолету изначально разработанному для перехвата крылатых ракет. Однако не стоит забывать, разрабатывать самолет начали еще тогда, когда американские аэростаты летали над советскими городами и военными базами. Самолет способен подняться на высоту 30 километров и в том числе поразить воздушный шар, который движется на высотах 30-40 километров. Пушка у МиГ-31 была не востребована много лет, однако сегодня, в третьем десятилетии 21 века, неожиданно для всех это авиационное вооружение вновь оказалось актуальным уже для борьбы с модифицированными средствами разведки. На боевом дежурстве, а также в ангарах ранения, в России до сих пор имеется 250 31-х НИГов разных модификаций. По сути, мы единственные обладаем действенным оружием против шаров-шпионов. И теперь, когда о разведывательных аэростатах снова заговорили по всему миру, советские технологии как никогда востребованы. А с вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова